Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире с обзором спортивных событий минувших 7 дней очередной выпуск программы «Спорт Информ». С вами Сергей Мисурагин. Вторую подряд победу в чемпионате Беларуси одержал футбольный клуб «Витебск». В рамках 10-го тура национального розыгрыша подопечные Евгения Чернухина на выезде играли против Ислычи. В первом тайме команды обменялись острыми выпадами, но надежная игра голкиперов сохранила на табло скромные нули. А вот во второй половине встречи витеблянам удалось провести результативную контратаку. Александр Ксенофонтов нашел точные передачи в штрафной соперника Мараньяо Вандерсона, которая не сильным, но точным ударом принес Витебску победу с минимальным счетом 1-0. После 10 туров на счету команды с берегов Двины 15 очков и 8 место в промежуточном протоколе. А беспроигрышная серия нашего клуба достигла 7 матчей к ряду. Открытый лично командный кубок Республики Беларусь по судомодельному спорту в классе радиоуправляемых катеров «Мотор-2021» прошел в Витебске. Подобные соревнования проводились в областном центре впервые после распада СССР. В турнире выступили 40 спортсменов из всех регионов страны. Большинство из них мастера спорта. А вот и он. Один из самых зрелищных моментов гонки. Старт. Рев двигателей оглушил водную гладь Витебского водохранилища. Минские судомоделисты, которые являются законодателями моды в этом виде спорта, с восхищением комментировали условия, в которых проходили гонки. Даже интересовались, почему витебляне раньше не приглашали их посоревноваться. Мне очень все сейчас нравится, потому что очень хорошее место. Обычно где-нибудь в зарослях неудобно. Тут открытое место, солнце, хороший мостик. Все круто. В Минске, когда мы уступаем, там немножко проблематичнее. Там приходится через весь парк на аварийке, на машине перевезти, потом машины выгонять, потому что на зеленой зоне сидеть нельзя. То есть, ну, тут, скажем так, более комфортно в этом плане. Нынешний Кубок Республики Беларусь по судомодельному спорту собрал 40 спортсменов из всех регионов страны. Организаторы подчеркнули, что это довольно скромная цифра. Причина – непростая эпид-ситуация. Обычно составить конкуренцию белорусам приезжают судомоделисты из стран ближнего и дальнего зарубежья. А потому это планы ближайшей перспективы. Я думаю, что этот старт, он даст хороший толчок развить этого вида спорта у нас на Витебщине. Судя по той информации, которую мы знаем от спортсменов, сюда собираются приехать и российские гонщики сильнейшие, и стран дальнего, или, как называется, зарубежья, то есть Прибалтики. Я думаю, если к осени все будет нормально, здесь пройдет крупное, хорошее международное соревнование. Каждая гонка, а их проводили в семи классах моделей, с моторами от трех до 27 кубических сантиметров, идет от 20 до 30 минут. Есть и свои особенности. Соперничество на трассе не останавливается даже и тогда, когда судно переворачивается и глохнет. За ним отправляются на катере, после чего техники реанимируют модель и снова запускают ее в гонку. Побеждает тот, кто преодолеет большее количество кругов на дистанции. Тренировки происходят непосредственно перед соревнованиями. В Минске выходим на Комсомольское озеро потренироваться. Если вдруг модель остановится, либо уже сами в плай было такое, достаем, либо лодку арендуем, арендуем, ну, чтобы, наверное, так доставать. Ну, вот так и тренируемся. По итогам трех дней соревнований победу праздновали судомоделисты города Минска. Витебские спортсмены тоже без медали не остались. В разных классах катеров серебряным и бронзовым призерами стали Дмитрий и Николай Исиченко. Еще одна бронза на счету Юрия Натюшкина. У людей с инвалидностью безграничный потенциал. Это доказала 15-я открытая областная спартакиада среди инвалидов-колясочников «Витебская надежда». В этом году она была посвящена 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Люди с ограниченными возможностями отдали дань уважения погибшим солдатам и офицерам в гоны военного лихолетия и посоревновались между собой в традиционных видах спорта. Торжественные колонны и колясочники проехали по Московскому проспекту до мемориального комплекса на Площади Победы и возложили цветы к памятнику солдатам-освободителям, партизанам и подпольщикам. Так началась 15-я открытая спартакиада «Витебская надежда». Приехали по городу Витебску, чтобы показать, что те люди, которые передвигаются на колясках, они солидарны и поддерживают, и помнят память людей, которые отдали свою жизнь за независимость и свободу нашего государства. После официальной части участники соревнований двинулись во дворец спорта – традиционную безбарьерную площадку для инвалидов-колясочников. «Витебская надежда» – одни из крупных региональных стартов Беларуси для людей с инвалидностью. Встретиться с друзьями и поспорить на спортивном поле в Витебск приехали представители Изорши, Бобруйска, Могилёва, Минска, Жлобина и Мозыря. «Мы стараемся принимать участие во всех мероприятиях спортивного туристического характера, которые проходят в нашей стране. И кроме этого мы сами еще организуем у себя в Мозыре большую спартакиаду республиканскую и большой туристический слёд, тоже республиканский». Команда города Героя Минска – постоянный участник «Витебской надежды». Минчане с удовольствием принимают участие практически во всех видах спорта. А это настольный теннис, дартс, фигурное управление на колясках, жимгири, кальбутта и корнхолл. При этом организаторы стремятся привозить новых участников спартакиады. В этом году ставку сделали на молодежь. «Минск – очень город большой, все хотят съездить, но нет возможности всех поддержать. В этом году я взял себе в команду почти всех новеньких. Посмотрим, как они выступят». А вот председатель Оршанской ассоциации инвалидов-колясочников Анжела Мартынова всего месяц занимает новую должность. У неё есть много идей и планов, связанных не только с областной спартакиадой, а и с занятиями людей с инвалидностью в самой Орше. «Гонки на коляске, стрельба из пневматической винтовки, дартс, настольный теннис у нас, наверное, дегатлон мы будем проводить, ну, не знаю ещё, метание, наверное, ядра, копья и диска. У нас позволяет на улице площадь, где можно метнуть копьё, ядро». Тем временем соревнования прошли на одном дыхании. Каждый участник спартакиады попробовал себя в любимых видах спорта. А ещё были разговоры, договоры, обмен новостями и знакомства. Витебская надежда всех сплотила, подарила искренние эмоции и обещание через год встретиться снова на витебской земле. Футбольный клуб «Витебск» на этой неделе в рамках чемпионата Республики Беларусь проведёт домашний поединок против «Сморгони». Витебская женская футбольная команда проведёт кубковый поединок с командой «Динамо БГУФК». Кроме игровых видов спорта, болельщики смогут увидеть соревнования по вольной борьбе, спортивной гимнастике и прыжкам на батуте. Первыми на следующей неделе на газон выйдут игроки женского футбольного клуба «Витебск». В одной четвёртой Кубке Республики Беларусь наши землячки помиряются силами с «Динамо БГУФК». Соперник лидирует в чемпионате и ещё не потерпел ни одного поражения, и поэтому является фаворитом этой пары. У витеблянок в национальном розыгрыше результаты скромнее. Тем не менее, видно, что подопечные Сергея Вехтева адаптировались в розыгрыше, почувствовали вкус победы, с каждым следующим матчем добавляют в своей игре. Тем временем, в пятницу 28 мая в рамках 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу «ФК Витебск» проведёт домашний поединок против новобранцевой шелиги «Смаргоне». Соперник не лучшим образом выступает в нынешнем розыгрыше. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице. На этом фоне клуб с берегов Двины выглядит совсем неплохо. После длительной безголевой серии витебляне настроили прицел. В трёх последних поединках подопечные Евгения Чернухина забили семь мячей. С другой стороны, пропускать наши земляки стали больше. Видно, что тренерскому штабу белосиних нужно искать баланс между игрой в атаке и обороне. Матч на поле Витебского центрального спортивного комплекса начнётся в 18 часов 10 минут. Теперь к другим событиям. 27 мая в Минске стартуют республиканские соревнования «Юный чемпион» по спортивной гимнастике. Медали турнира спорят и команды северного региона. В эти же сроки в Витебске будет проводиться открытый областной турнир памяти заслуженного тренера БССР Валерия Зубкова по вольной борьбе. Организаторы ждут участников со всех регионов страны. И завершу анонс ещё одним областным стартом. 25 мая в Витебске будет проводиться первенство области по прыжкам на батуте. По итогам турнира специалисты сформируют сборную для участия в республиканских соревнованиях. И на этом на сегодня всё. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы, встретимся через неделю и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин